Во Франции одни делают себе офис на яхте за полтора миллиона евро. Охренеть! Такого офиса я еще никогда не встречал. А другие ночуют на скамейке на вокзале. Вот этот уголочек, это было единственное место, где можно было согреться. То есть прийти сюда и посидеть, около батареи. Мы познакомились с человеком, который начинал разносчиком пиццы, а теперь владеет рестораном за три миллиона евро. Поговорили с девушкой из потомственной семьи отельеров, владеющей тремя пятизвездочными отелями в центре Парижа за 100 миллионов евро, которые вынуждены исполнять приказы своей матери. Попробовали прокормиться на 10 евро в день. И узнали историю человека, который добровольно стал бомжом в Париже. Мы приехали в один из дорогущих отелей Парижа, пятизвездочный отель. Более того, нам удалось для вас достать одного из владельца этих отелей. И прямо сейчас узнаем, как же живут французские мультимиллиардеры, которые управляют пятизвездочными отелями. Привет! Меня зовут Павел. Вероника, владелица отеля. Привет! Рада познакомиться. Мы находимся на террасе отеля «Рафаэль» в центре Парижа, в самой старой части города. И мы очень рады принимать вас здесь. Спасибо. Это ваш отель? Это отель моей семьи. Сейчас владелицей является моя мать, которая принадлежит к третьему поколению владельцев этого отеля. А я уже четвертое поколение и работаю в этом отеле. Вау! Значит, это семейный бизнес, и в настоящее время вы в этом бизнесе босс. Босс? Большим боссом остается моя мама, а я тот босс, который работает. Приехав в Париж, у меня не было ни друзей, ни знакомых. На кармане было, по-моему, 300 долларов наличкой. И не было языка. То есть мне нужно было каким-то образом зацепиться. И что, вы жили на улице как бездомный? Я, ну, первые две недели я просто болтался между возможностью переночевать, ночую на улице, понятное дело, на решетках, подкладывая себе журнал под попу. И это было единственное место, где я четко знал, что есть место, где я могу спокойно посидеть, согреться. Уже осень была. Конец октября, начало ноября. Шли дожди. А я, как нормальный парень из Санкт-Петербурга, тогда еще был Питер, Ленинград, я приехал в кожаной куртке, замшевые ботинки. Ну, такой типа вот стильный. Стильный, да. И здесь была камера хранения, куда можно было положить сумку. Я ее вытаскивал раз в три дня, чтобы переодеться. А там же лежала, были сигареты, это как разменная монета на всякий случай жизни. И возможность была, как сказать, как бы база, где можно было, во-первых, погреться, пересидеть какое-то количество времени в тепле, плюс помыться в туалете, в подсобке, где рабочие в конце перрона. Ну и вот такое место, где я, вот, как сказать, такая коробочка, в которую я приходил, что-то брал, забирал, ну, в камерах хранения, там, по-моему, сколько там копейки стоили. И переодевался и уходил уже в поисках себя. То есть, будучи бездомным, ну, хотя бы иметь какой-то угол, в котором можно было сложиться. Ну, как бы сложить вещи, например, да, переодеться. Это был вот вокзал. Это правда ваш офис? Да, часть корабля занимают мои сотрудники. Вау! Вау, и это стоит 3 миллиона евро? Вы спрашиваете, сколько это стоит? Да. Полтора миллиона евро. Это главный офис всех ваших ресторанов или только этого? Всех ресторанов. Здесь работает 25 человек. Охренеть! Такого офиса я еще никогда не встречал. Выглядит невероятно. Привет, Павел. Я Аким. И это ваш ресторан. Это один из моих ресторанов. Один из ресторанов? У вас их что, много? У меня 8 ресторанов. 8 ресторанов? Да. И все ваши рестораны такие уютные, как этот? Они все разные, но концепция одна. Маленькое меню с хорошими ценами. И во всех шеф знаменитость. Мы люди прямолинейные и спрашиваем напрямик. Начиная сразу с денег. Если я захочу открыть ресторанчик вроде этого, сколько мне нужно денег? Сколько вам потребовалось? Этот подороже, потому что он побольше. Этот нам обошелся в 3 миллиона евро. 3 миллиона евро? За этот ресторан? Да. Да вы должны быть богать. Все деньги принадлежат банку. У меня своего ничего нет. Поэтому нам приходится буквально из кожи вон лезть, чтобы развиваться. Так, мы в Париже. Все правильно. Мы находимся в латинском квартале. В латинском? В латинском. На самом деле он должен был бы называться латынским. Но на русском не звучит он правильно. Потому что латинский, потому что раньше из Сарбонны приходили всегда студенты. Они между собой разговаривали, так как тогда уроки были на латыни. Какой сегодня у нас план? Ты говорил, три заведения давно? Да, то есть тебе нужно в трех заведениях попробовать разные улочные еды и сказать, выверди, какая лучшая из них. О, так это челлендж у нас. Окей. Значит блины, что еще нас ждет? Блины Панини нас ждет. Это тоже здесь? Да, дальше у нас будет фалафель. Фалафель. О, так это еврейский. Это хорошо. У нас, слушай, Париж очень еврейский город, поэтому фалафеля у нас много. Спасибо. Но фалафель нестандартный, ты увидишь это через пару минут. А чем он что? В нем что-то секретное? А смотри, какой фалафель. Там он конструктор. То есть тебе шарики фалафель накладывают в пите. Жареные баклажаны, а дальше ты уже сам выбираешь, что ты себе хочешь положить фалафель. Интересно. По вкусу. Хорошо, и третье? А третье это французский ноу-хау, называется отакос. Но с мексиканским ничего общего. Чисто французское изобретение. Тоже конструктор. Мне начинает нравиться эта программа. Получается 4,80. 4,80. Вот этот фалафель сколько будет стоить? Фалафель будет стоить в районе 6 евро. 6. И третий конструктор, он стоит в районе 8 евро. То есть это все до 10 евро можно спокойно, вкусно покушать? А я еще покажу одно место, где за 10 евро можно целых 3 блюд поесть. Да. Из французской кухни. Ни хрена себе. Когда я думал, что фарафранция пришел, то все, надо дорого жрать. Главное, нужно куда приходить. Все, все. Омары, устрицы, фуа-грасс, кавиар. Да, все, понятненько. Отлично. Это у нас будет гайд, как недорого пожрать. Все правильно. Поесть и выпить. И еще и погулять по красивому району. У меня есть пульт. Я сейчас нажму и включу голос Алисы. Здравствуйте, это Алиса. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Павла. Здесь очень много пользы. И я буду говорить до тех пор, пока он не выключит этот пульт, а пока он его не выключает. Охренеть! Так это... Вы так похожи? Да, можно. Ты можешь тоже научиться. Мария Кондратович. Да, это я. Большой специалист по тому, как натренировать свою речь, голос, дикцию и классно вообще выступать. Это правда, Паша. Чтобы было много подписчиков, фанатов и денежек. Да, и разрешить себе жить так, как вы мечтаете жить. Как приятно, что наши спонсоры даже приезжают специально в гости, чтобы снять интеграцию. Да, спасибо. Поэтому обязательно подарочек ваш передаем нашим подписчикам. Бесплатный мастер-класс. Бесплатный мастер-класс, но очень полезный. Заходите, жмите, вам понравится. В котором там прям урод, упражнения. Все есть. Ну, кайф. Заходим, получаем материал по тому, как натренировать свою речь и все вещи, чтобы у вас просто говорило, как говорите. Да, и здесь, чтобы ты чувствовал. Вот здесь очень важно. Потому что, ну, речь – это техника. А еще нужен интеллект и легкость. Легкость плюс интеллект. Кайф. Переходим по ссылочке в описании и получаем бонусы для наших подписчиков от наших спонсоров. Смотрим. Заходите, пожалуйста. Это пятизвездочный отель? Да. Да, все наши три отеля пятизвездочные. Вау, все три? Итак, мы в лобби отеля. Все деревянные панели оригинальные. Они здесь с самого начала, и мы их постоянно реставрируем. Обратите внимание на картины. Мой прадед и дед коллекционировали картины, и они оба приобретали оригиналы для всех отелей. А сколько лет этому отелю? Отель «Рафаэль» открылся в 1925 году. А это бар. Это английский бар. Все оснащение самое современное. Всю технику в баре мы заменили 3-4 года назад. Но, как видите, в декоре интерьера ничего не изменилось. Все историческое? Да. И я знаю, что у вас не один отель, а три. Да, у нас три отеля. Наш отель «Режина» расположен напротив Лувра и садов Тюэльри. Из его окон открывается прекрасный вид на Лувр, Тюэльри, Эйфелеву башню, площадь Согласия. Превосходный вид, и район просто волшебный. Второй отель «Мажестик» — он вот там. Это маленький бутик-отель. В люксах есть кинчанет, мини-кухни. По сути, это гостевые апартаменты с обслуживанием пятизвездочного отеля. Там есть тренажерный зал, бассейн, парковка для гостей. Проживая в «Мажестик», вы чувствуете себя настоящим парижанином. А «Рафаэль», где мы сейчас находимся, — это не просто отель. Это скорее маленький частный музей. Все номера разные, декор везде старинный. Вы живете как будто в музее. У нас такие же деревянные панели, какие можно увидеть в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке. Как так получилось, что вы оказались бездомными в Париже? Все очень элементарно. Я сижу, это была осень 1998 года. Я сижу в Питере, занимаюсь бизнесом, мебельная фабрика. И тут у меня случился глюк. Поеду в Европу. То есть ни с того, ни с сего. У вас свой бизнес, мебельная фабрика. Да, но я думаю, что скорее всего у людей есть... Лично у меня срабатывал такой момент, чуйка, да? Когда ты понимаешь, что нужно... То, чтобы валить, да? Нужно просто поменять место срочно. То есть неважно, в каких обстоятельствах ты находишься, что тебя держат. Человек ничего не держит по факту, кроме того, что если у тебя есть внутреннее состояние, когда тебе надо просто куда-то ломануться, надо ломануться. И причем это у меня было не один раз. Как-то однажды, отходя далеко, я служил в армии, в Афганистане. Ночью, выходя на дозор, ну мы там все дозорили по ночам, я тут вдруг заходил в туалет. В Капонире, это как такая типа траншея, в землянках, как бы на заставе. Как бы неудобно писать, потому что все же ходят, потом это будет пахнуть. Я, естественно, ушел из Капонира, из этого, да, места, где я сохранил службу. Пописал, вернулся обратно, и в этот момент мне опять что-то захотелось пописать. Вот как будто организм начал давить на меня. Я только отхожу, делаю два шага, и туда прилетает пулеметная очередь. То есть я думаю, что, скорее всего, в тот момент, в 98-м году, мне сработала какая-то чайка, ну что надо было резко исчезнуть. Я звоню знакомому, говорю, слушайте, а как в Европу поехать? Они говорят, ну вот есть визу, могут поставить за один день. Я говорю, куда? Во Францию. Я говорю, ну ладно, давайте во Францию. мне ставят визу. Я оказался в компании выходцев из Украины, и, по-моему, был еще парнишка из Германии, который занимался тем, что он везде где-то оставался жить. Да. Вот, и я с этими украинцами познакомился. За пачку сигарет я у них выменял информацию, и мы с ними поехали сюда, на вокзал. Они сказали, что здесь, в принципе, можно остановиться. И еще, я думаю, что, наверное, скорее всего, я сейчас точно не помню детали, но где-то здесь, около вокзала, была дармовка. Дармовка – это когда секюр-папюре или ресторан «Дукер», это, как называется, кто кормит бездомных, приезжают на машинах, на автобусах и раздают горячую пищу. Вот, наверное, видели, в американский фильм привозят эту самую же дармовку. Вот такая история была. И мы, видимо, сюда приехали, и здесь я вот провел до 12, а потом эти знакомые, они позвонили в 115, это такой телефон, к которому ты звонишь, если бы успел дозвониться, то тебя могут приехать забрать, отвезти в ночлежку. Это такая будет, типа, комната, в которой стоят раскладушки, тебе дают одноразовые простыни или там, да, и ты засыпаешь. Многие не просыпаются. Или кто-то просыпается, остается без кроссовок, без вещей. Ну, это такая... То есть собирается вся, как сказать, ну, все несчастные. Заходите, это наш офис. Вау, офис на корабле. Почему эта утка такая сердитая? Потому что вас считают злым боссом? Невозможно всегда быть добрым. Правда, такая уточка есть у всех сотрудников. Понятно, каждому паутке. Такой офис, ваша идея? Конечно. А это наш управляющий, большой босс, так что с ним поосторожнее. А, большой босс. Привет. Здравствуйте. Это финансовый отдел, очевидно? Да, это наша бухгалтерия. У меня есть вопрос. Он злой босс. Я ему не скажу. Спасибо. Пока. И здесь три этажа? То есть три палубы? Да, три палубы, но мы используем только эту, а на других работают сотрудники других фирм. А, вы сдаёте часть в аренду. А это что? Это жвачка? Да, угощайтесь. Жвачка, как в детстве. Потом попробую. И все ваши сотрудники могут обедать в вашем ресторане? Да, конечно. Бесплатно? Ни в коем случае. Ясно. Можете, пожалуйста, поделиться своей историей. Как вы основали свой невероятный бизнес? Я родился в 1972-м, так что мне 49 лет. В школе я не особо хорошо учился. И я ушёл в 17 лет. И с 17 лет я работаю. И моя первая работа была доставщик пиццы в Париже. То есть вы были водитель-курир? Нет, тогда ещё пиццу на машине не развозили, и смартфона в 92-м ещё не было. Пиццу заказывали по телефону, а дальше я доставлял. Когда на велосипеде, когда своим ходом. Сколько вы тогда зарабатывали на доставке? Сколько вам платили? Точно не могу сказать. Тогда ещё были французские франки. Если перевести в евро, то где-то около 1000 евро. 1000 евро я зарабатывал. Плюс чаевые. Я получал чаевые за каждую доставку. Я от этого был на седьмом небе. Моя работа уже была оплачена, а тут ещё деньги. Мне перепадало от клиентов много чаевых, и я старался изо всех сил, потому что чаевые были хорошей прибавкой. То есть смысл был в том, чтобы доставить как можно больше пиццы, получить максимум чаевых. Значит, давай тогда сразу, как ты опытный экскурсовет, выдай мне сразу три самых удивительных факта про еду в Франции, которые максимально шокируют людей. Прям раз, два, три. Вот так. Три факта, да? Да, именно про еду и то, что твоих клиентов, они такие, ни хрена себе. Три факта. Так. Можно с одного начать. Смотри, вот, наверное, самый такой факт, который шокирует всех людей, все думают, что французская кухня – это красиво, это рататуй, это изобилие вкусов. Лягушачьи лапки. Ну, лягушачьи лапки – это так оставлено вторым пунктом. И выходит то, что на самом деле французская кухня – это колбаски из желудка. Андалуэт называется. Это части телячьей головы. Я помню, как-то раз заказал, мне приносят части головы с волосами. Первый засчитывается, второй? Второй – вот лягушачьи лапки и улитки, да? То есть все вот хотят приехать в Париж и думают, попробуй-ка я лягушачьи лапки. Тут все в Парижане едят на завтрак, на ужин и на обед. На самом деле французы давно, когда не было, что есть, их ели. А сегодня ты скажешь, там француз, ты ел лягушачьи лапки? Они посмотрят, это что там. Хели лягушачьи лапки, мы такое не едим. Мы почти как и все люди едим. То есть это от бедности и от голода начали. Да, то есть это бедность и от голода. Те же улитки. Тоже нет хорошей жизни, ты идешь по полю, видишь улитку, думаю, вот ее бы приготовить как-то вкусно, да? То есть было бы вообще супер. То есть улитки едят французы по очень редким поводам. Я вот читал, что, например, там урожай. Собирают вина, да? И нужно отпраздновать. Вот такую огромную тарелку улиток делают. Причем, кстати, такой как лайфхак. Если вдруг вы будете в Париже, да? То есть можно вот снять квартиру. Это уже сразу добавляет атмосферы. То есть учусь у себя парижанином, выходишь на балкон. И если там есть духовочка, то не нужно идти вот в рестораны, да? Пошел в магазин, взял 48 улиток. Стоит как 10 улиток в ресторане. Пришел дома, запек и вкусно с багетом поел. Вот. Ресторан это вот не всегда самый лучший вариант. Окей. Это второе, что ты третье вспомнишь? Смотри, третье, да? Например, что меня еще очень сильно шокировало, это устрица. Так. Устрица считается едой богатых, успешных людей. Причем до этого еще нужно дорасти. Потому что ты берешь, пьешь ее, и как бы не с первого раза не всем заходит. Да. А тоже мало кто знает, что раньше устрица тоже была едой бедняков. Да. То есть их было в изобилии. Так вот взял устрицу, открыл там на работе, быстро выпил пару, у тебя протеинчика добавилась, пошел как в мешки таскать. Но аристократ им тоже понравилось. И они такие, блин, бедняки едят как-то ну не клево, это как бы на статус немного портит. Стоит сделать дефицит. Сделан дефицит, у бедняков не будет денег их покупать, и мы будем единственные, кто собственно будет их есть. И соответственно устрицы стали как бы едой богатых. А изначально... Примерно. Да, изначально было едой бедных именно. Так, вы мне пишите в комментариях, что наткнулись на наше видео, подсели, смотрите одно видео, второе, третье, все выходные, часами, ждете новых выпусков, для нас это очень приятно. И я понял, что никогда не рассказывал вам о том, какую же идею мы закладываем в то, что мы здесь снимаем. Идея в следующем. Мы приезжаем в разные страны и путешествуем по всему миру, и наша задача в каждой стране снять не одно видео, а сразу 7, 8, 9 фильмов. Такой сериал. В каждой стране мы стараемся найти уникальных людей с фантастическими результатами, с интересными сюжетными историями, так, чтобы вы могли через наши фильмы познакомиться со страной полностью. Нам кажется, что про любую одну страну снять только одно видео, ну, как будто бы недостаточно, потому что можно с разных ракурсов и с разных тем, и с разных людей ее изучить. Поэтому каждый раз, заходя на наш канал, вы можете посмотреть, какой сейчас идет сюжет про какую страну. Потому что мы путешествуем, изучаем новые миры и хотим вместе с вами понять, как же устроена современная наша планета и познакомиться с такими уникальными людьми. Поэтому, кто из вас любит наш контент и хочет с нами быть поближе, у нас есть отдельный телеграм-чат. Я ссылочку оставляю в описании. Там мы раньше всех выкладываем анонсы новых видео, фотографии с бэкстейджа, опросы проводим, что снимать дальше, куда ехать дальше. Поэтому, если хотите с нами чуть поближе пообщаться, заходите к нам в телеграм-чат и давайте вместе дружить. И продолжаем просмотр! В пандемию мы были закрыты. Я оставалась здесь одна. И это было странно, находиться здесь в полном одиночестве. Отель на это не рассчитан. Он такой огромный. В нем должна постоянно пульсировать жизнь. А мы как будто были выключены из жизни. В период эпидемии ковида в Париже все было закрыто. Да, вначале все закрыли. И этот отель не работал? Нет. Мы простаивали. Надо же. И как вы себя чувствовали в этот период? Это был для вас шок? Это сложное чувство. Но то, что отель может быть закрыт, для меня не новость. Мой дед пережил две мировые войны. Во Вторую мировую отель закрылся на целых 7 месяцев, а потом благополучно возобновил работу. Но все равно было очень непривычно. Зато сейчас у нас удивительно удачный период. Все номера заняты и забронированы. Все хотят в Париж. Я одного не понимаю. И это для меня очень важный момент. Вы родились в семье, которая владела отелем. И всю жизнь, с детства вы знали, что будете работать в этом отеле. Это так? И да, и нет. Потому что моя мать очень умная женщина. Когда я заявила, что не хочу идти в школу отельеров, она не стала настаивать. Я стала изучать юриспруденцию, естествознание, и она ничего мне не навязывала. Я была свободна. И в итоге я начала карьеру юриста. Я работала в разных местах. И однажды я поняла, что это не для меня. Я пришла сюда и стала работать с ней, здесь. Сначала я занималась связями с общественностью. Потом меня ввели в правление, и я стала ассистентом своей мамы. А потом моя мать отошла от дел, и руководство бизнесом перешло ко мне. Вас в Питере свой бизнес какой-то. И вы все бросаете и переезжаете бездомным в Париж. Да. Живете на вокзале. Да. Бизнес исчез потом, постепенно пропал. По той простой причине, потому что... Ну, понятно. Ну, он был оставлен на друзей, на там, часть семьи какой-то, которая была на тот момент. И он просто развалился. То есть его просто... Ну, это понятно. Снюхали. Да. И сколько вы так скитались по улицам? Примерно, я думаю, что... Если память мне совсем не подводит, где-то две недели я болтался по улицам. Ну, примерно, в поисках чего-то. Потом я нашел раскладушку в коридоре у некой Любы в 13-м квартале. Это такая русская эмигрантка. Я не знаю, жива или нет, потому что 20 лет уже прошло. А она каким-то образом находила квартирантов около церкви Александра Невского. Здесь есть собор. Она находила квартирантов за 50 франков. За 50 франков за сутки давала раскладушку. И меня как-то к ней подсунули. То есть я сначала в коридоре спал. Ну, понятно. А потом кто-то съехал, и меня переселили в комнату, где я познакомился с друзьями, с которыми я до сих пор дружу. Вот на этом месте вот здесь, сейчас уже нет, была огромная камера хранения. Сейчас камеры хранения вообще во французских вокзалах, они исчезли. А вот здесь вот перрон, да, закрыто. Вот в том конце перрона был туалет для уборщиков вокзала, где можно было помыться без горячей воды. То есть это был тот мир. Вы тоже нелегально туда проникали? Ну да, я приходил в самый конец, там быстренько открывал дверь, заходил, мылся. Однажды пришло уборщица, негритянка такая смутая, такая, а я стою в трусах и плащусь там в раковине. Она такая, я говорю, сова. Помылся, ну, обтерся бумагой, туалетной бумаги, туалетом набрал, и ушел, все. От камеры хранения была здесь. Переодевал, брал вещи, шел туда, мылся, переодевался, складывал обратно и засиживался вот здесь. Неужели вот в эти моменты у вас не было вопросов к своей самооценке? Какая самооценка? Ну вы взрослый мужчина. Идешь и все, какая самооценка. Самооценка о чем? О чем, подумают о мне другие? Сами о себе. Взрослый мужчина, вынужденный жить как бездомный. Идущий к своей цели. И не важно, не важно какая дорога, важно то, что к чему ты пришел. Вот, вот, самооценка должна быть так. Мне все равно, как обо мне подумают другие. Главное, что я о себе думаю. Что я мужик, я могу, и мне не важно, как. Вот и все. Вы покажете свой ресторан? Конечно. Чтобы основать этот бизнес, вы потратили не только много денег, но и много нервов. Конечно. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Правда, я не так хорошо говорю по-английски. Я говорю не лучше вас. Давайте сначала зайдем туда, если там открыто. Вот, открыто. О, это как бы приватный зал. Именно. В основе нашей концепции лежит река. Понимаете? И вот в этих витринах мы видим то, что служит отсылками к реке. Вот как? Да, все это имеет целью создать впечатление, что вы на борту яхты. Вы совершаете морское путешествие. Мы работаем с Рива, и это Рива-Приве. И все это из Рива. Рива – это бренд бот. Как Роллс-Ройс, но в бот. А, действительно, кажется, что мы на яхте. Через полгода меня повысили, и я встал во главе доставки. А компания, занимавшаяся доставкой пиццы, входила в сеть ресторанов Чикаго Пицца Пай Фэктори. Это были большие американские рестораны в Париже. У них была своя большая фабрика по производству пиццы. И я в итоге стал работать в этой компании. Моя первая должность была водитель, а закончил я на посту генерального управляющего компании. Ну, разве такое возможно? У меня получилось. Люди посмотрят и скажут, такого не бывает. Ему наверняка кто-то помогал. Отец, брат, сват. Как это вышло? С самых низов пробиться в генеральные управляющие. Что помогло вам достичь такого головокружительного карьерного роста? Я начинал доставщиком, потом заведовал подразделением доставки пиццы. Когда я перешел в главный офис компании, я опять же начинал с самой мелкой должности. Был просто на побегушках, потом посыльным, управляющим баром, потом управляющим компанией, потом генеральным управляющим. Вот и вся история. Мне это удалось ценой больших усилий, но как бы там ни было, проработав пять или шесть лет, я стал генеральным управляющим компанией. Потом я женился. В 98-м у меня уже было трое детей. Я купил дом, тоже начинал с квартиры, крошечной квартирки. Когда родился первый ребенок, я ее продал и купил квартиру попросторнее. Потом я заработал побольше, и мы снова сменили жилье. А потом, по мере того, как я зарабатывал все больше и больше денег, мне удалось оплатить покупку целого дома. Я работал. Каждую квартиру я переоборудовал, добавляя какие-то инновации, повышал ее стоимость. И все квартиры продавал гораздо дороже, чем они были куплены. Друзья, поскольку вы пишете в комментариях, что вам нравится то, что мы делаем, нравится наш контент, хотя, конечно, не все, некоторые ругают, но тоже нормально бывает. Так вот, поскольку мы снимаем тревел, ездим, путешествуем, то вообще-то вы должны знать, что это сделать нелегко. Нужно организовать перелеты, проживание, пропитание, операторы, меня привезти. Все это заранее нужно со всеми договориться. Работа большая, поэтому напишите в комментариях, как вы благодарите нашу команду, потому что они будут видеть, что вы цените труд всех. А то пишут, что Паша, молодец, что Паша, я вот столько вопросов задаю, а все остальное делают умные люди. Так вот, и каждый раз, когда мы приезжаем в какую-то страну, нам нужно где-то жить, потому что все стоит очень недешево, но в каждой стране появляются люди, которые нас выручают. Да? Ну, куда вас делать? Спасибо тебе за это большое. И так вот, и такие люди занимаются не только благотворительностью, но и делают еще прекрасные проекты. Ты вот что, например, делаешь? Я занимаюсь недвижимостью уже достаточно много лет. Вместе с своей командой подбираю элитные объекты недвижимости в Париже и округах. То есть, если люди хотят купить дорогую элитную недвижимость в Париже, например, то это к тебе. Только к кому. Супер. Ну, ссылочку мы, конечно, оставим. Заходите, посмотрите, напишите, и можете обратиться, если вам нужна дорогая, крутая недвижимость. Это никакая не реклама. Сразу вам говорю, а то пишите, я у вас рекламу. Это не реклама, это благодарность за то, что люди нас поддержат и помогают. Поэтому, если в вашей стране вы тоже хотите нас поддержать, напишите нам, мы всегда будем только рады с вами дружить и можем познакомиться. Продолжаем просмотр. И ты нас привел сюда. Почему? Да, смотри, то есть в Латискардале это самое дешевое место. Самое дешевое? Самое дешевое. За 4,80 можно блин сладкий, там с нутеллой, соленой карамелью. Дальше можно взять панини сразу начинку, то есть местная рыбная начинка с сыром и напиток. И это 4,80. И это 4,80 евро? Да, евро. Ага, отлично. Но давай про блины. Я хочу разобраться. Блины все-таки это русское блюдо или французское? Слушай, тема достаточно сложная. Все постоянно спорят. Говорят, что блины еще 14 тысяч лет назад ели. Потом еще Рим не ели. То есть тяжело сказать, так мы дойдем, что евреям отцу начали делать, это тоже были блины. Да, то есть во всем мире по сути делали вот эти лепешки из разной муки. Но за Францией это закрепилось, потому что у нас есть такой регион Британия, находится он вот на севере Франции. И именно там это начали популяризировать, и они считают, что это прям их блюдо. Но у них немного другие блины. То есть мы привыкли к таким более сладким блинам. Да, тут от творога, с медом. А у французов есть еще и соленые блины. Да, то есть из такой черной муки и туда можно и ветчину, и сыр, и яйца, и любую начинку. Вот, собственно, еда на подходе. Ты одну спору закал или несколько? Одну. Тогда в следующем закажем. В следующем закажем тогда больше. Фалафель или такос? Такос мясной. Мясной с картошкой и с сырным соусом будет. Вот, это интересно. Все? Итак, все у нас готово. Ага, так, так. Все, мы должны прямо на лестнику сесть, да? Да, можно сесть, чтобы было комфортнее. Как раз тут салфеточка грязная. Ой, блин, снова. О, хорошо. И давай, начнем с соленого сначала. Надо соленое сначала? Сначала с соленого. Ладно, как раз у нас сегодня операторы мало кушали, поэтому я буду смаковать, чтобы ребята в омарок аж упали. А, тут сыр прям, да. Так, знаешь что, это багет. Это панини, то есть это специальный такой мягкий хлеб. Угу. Ммм. Ммм. У меня аж голова закружилась. Мы же почти весь день ели. Ну вот сейчас я покормлю. Ммм. Ммм. Ну что ты скажешь, вот за 4,80. Дальше, ребята, проматывайте, потому что примерно 40 минут я буду мычать. Огромный блин. Ага. И он у нас соленой карамели. Соленая карамель тоже типична для бретонского региона. Ага. То есть там действительно вот карамель, соль. То есть это блины, которые мы всегда считали, что это наше русское блюдо, российское, славянское. Оказывается, это французы. Слушай, я тебя больше удивлю. Наверное, думаешь, что масленица она есть только в России. Ничего нет? Нет. Похожи, традиции много где разных странах. Есть даже во Франции тоже есть подобие масленицы. 40 дней после Рождества французы такие, пора печь блины. И тоже сжигают бабку? Бабку не сжигают, но после блинов сжигают калории, конечно. Потому что в тот день они едят их очень много. Но панини был лучше. Панини был лучше. Да. Панини был шикарный. Но блины, то есть важно, ой, 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 ну, скажем, начинки не пожалели. Но важно попробовать в Париже именно не с нутеллой и с бананами блины, а попробовать блины с карамелью соленой, попробовать с каштановой пастой. С каштановой пастой? Многие привыкли думать, что у нас каштаны их только жарят на улице в таких не самых красивых бочках. А с ними их пасту делать? А их, да, можно в пасту переделать, можно их с морепродуктами поесть, можно мороженое добавлять. То есть это как бы французский аналог нутеллы. Какие прекрасные виды. На другой стороне тоже есть терраса. Покажете нам? Здесь тоже красиво. Несколько лет назад мы установили здесь лифт, который ведет на эту часть этажа, из которого открывается великолепный вид. Правда, было очень трудно получить разрешение на эту перестройку от городских властей, потому что отель расположен в исторической части города, и этот район очень бережно охраняется. очень красиво. Очень красиво. А кому пришла идея поставить лифт? Идея принадлежала моей маме, а воплотила ее я. Меня больше всего интересует, какова ваша личная философия. Потому что, например, я и многие мои друзья выходцы из небогатых семей. То есть чего-то достигли, начав с нуля. И на этом пути у нас сформировались определенные жизненные установки. Мы должны стремиться, должны чего-то добиться, идти к поставленной цели. Такие установки создают большой стресс. И вот я вижу вас. Вы выглядите счастливой. В вас нет нервозности. И я понимаю, что, возможно, вы такая благодаря тому, что ощущаете за собой надежный тыл, опираетесь на вашу семейную историю. Мне хотелось бы это понять. Можете поделиться со мной своими основными правилами, на которые ориентируетесь в жизни. Мой лозунг «Двигайся вперед, не останавливайся, не оглядывайся, не отступай, смотри всегда вперед». У меня тоже есть цели. Я должна многого достичь. Но я считаю, наше время отличается тем, что надо принимать во внимание личность человека. Это влияет на стиль управления. Мы должны понимать ситуацию, людей. Человек изо дня в день меняется, управление тоже должно меняться. Мы должны адаптироваться к новым реалиям. Сейчас позиция «я владелица, и уже поэтому крутая» устарела. Если у меня что-то есть, я должна сохранить свое достояние для следующего поколения. Я не владелица. Я тот человек, который должен передать то, что у меня есть, другим. То есть то, что мне было передано, пришло из прошлого, я должна преобразовать во имя будущего и оставить после себя. Я даже на французском не могу это точно сформулировать, подобрать подходящее слово. Я должна сделать так, чтобы наше достояние продолжало существовать в будущем. Видите ли, эта компания, эта собственность живет своей жизнью, и я должна передать ее потомкам. Как я понял, для вас главное продолжать дело. Да, я должна ориентироваться на реалии нашего времени, и компания должна им соответствовать. И я должна с уверенностью смотреть в будущее. Друзья, чтобы эти выпуски происходили, нам нужно совершить какое-то невероятное количество событий, чтобы у нас была машина, чтобы у нас были апартаменты, чтобы у нас было где жить. И поэтому каждый раз есть люди, которые нас выручают и помогают. Например, Ян. Он все дни возил нас на этой чудо-машине, чтобы мы успевали приезжать вовремя, всегда и везде. И мы под этим видео оставляем ссылку на сообщество Яна, где собираются тысячи людей, которые хотят куда-то эмигрировать, куда-то переехать, участвовать во Францию или в Париж. И вы можете там найти любую поддержку, помощь, ответ на свои вопросы и найти в том числе динамышников, если вдруг вы хотите переехать во Францию. Поэтому ссылочку оставляем, а тебе огромный респект. Спасибо тебе. С удовольствием. Я нашел возможность поменяв статус, я уже начал получать какие-то документы, просить там и все прочее. Когда приезжают люди, сдаются, они говорят о том, что они беженцы, неважно. Есть такие организации, которые дают возможность как-то поселиться. То есть на улице не оставляют, потому что Франция все-таки любит эмигрантов. Поддерживать. Поддерживает жестко, да. И я в этот момент переселился в общежитие. Общежитие, вот дождь для бездомных. Да, для бездомных или для рабочих, которые там кто-то освободился из тюрьмы и все прочее. В чем суть всего этого? Общежитие в том, что ты приходишь туда только ночевать, то есть в 7 часов тебя поднимают, ты спишь в комнате там 6-8 человек, у тебя есть часть ящика железного, который, естественно, каждый день кто-то что-то может украсть. В 7 часов тебя поднимают, дают тебе завтрак, французский, круассан, булочку и кофе, и выгоняют тебя на улицу. То есть говорят, ну, извините, дверь закрывается и выпускают тебя только в 6 часов вечера. То есть ты можешь прийти обратно, потом открывается, в 6 часов открывается помещение там и ты начинаешь спать. И это продлится какое-то количество времени. Это длилось примерно где-то 2 года. Вы 2 года живете в ночлежке и дальше как вы эти 2 года себя чувствовали? Что вы делали? Я пытался работать на всяких стройках, где возможно было, там у поляков, у таджиков, наоборот, делал всякие ремонты. В основном не ремонт, а занимался такой... Черно-рабочий. Черно-рабочий, вытаскивал что-то, фигню какую-то. Потом я устроился работать в русский ресторан, казаки, ну, как, по-черному, которым владели семья русская и выходец из Африки, черный, который взговарит по-русски, работал на них там какое-то количество времени барменом. И все. А потом как-то получился такой момент, что я нашел квартиру, у меня появилась возможность ее снимать, и в этот момент я нашел работу. То есть как-то вот кладку... Совпал. Раз, 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 раз. И 2 мая я вышел на работу как бармен в ресторан «Пениш». Это корабль в таком болотном районе Предпарижья Силь-Мулино напротив Первого канала ИТФ и все. И вот именно там я устроился работать. Классно. А сколько вам тогда уже заплатили? Я получал 10... Нет, вру. 8 тысяч франков устроился на 8 тысяч франков это примерно было тысячи евро. Тысячи евро. Евро еще не ходили. Ну понятно, да. И буквально через 6 лет после работы в ресторане я стал шеф-барменом. У меня была зарплата где-то 3200 чистыми. Я был самый высокооплачиваемый бармен во Франции. После чего у меня естественно новые хозяевы сказали «Можно увольнять с парнем? У меня слишком много ест». И меня уволили? Оу. с хорошим пособием на много лет вперед. Как-то так. В нашей концепции центральной является средиземноморская тема. Поэтому у нас яхты, вода. Мы создаем летнюю атмосферу. Радостную атмосферу Сан-Тропе, французской ривьеры. Сан-Тропе в Париже. Я вижу у вас полный аншлаг. Наверное, рассадили за столики всех своих друзей? Конечно, мы же знали, что вы придете снимать, вот и схитрили, чтобы произвести впечатление. А так здесь всегда пусто. На самом деле, сегодня здесь как-то тихо. Обычно атмосфера более оживленная, и гостей еще больше. Неужели еще больше? Бывает, здесь просто яблоку негде упасть. Мы пришли сюда к открытию в полдень, и через полчаса уже все занято? Да, всегда так. В 2006-м я решил продать дом в Париже и вложиться в отель в центральной части Франции. Отель Воверне в центральной Франции. Это был очень старый отель, в нем было 50 номеров и один ресторан. Извините, я хотел бы остановиться на одном моменте. Уточни, вы продали свой дом в Париже, на который всю жизнь зарабатывали. А продав, вы вложили все деньги в бизнес? Именно. Это же большой риск. Конечно. Многие считают, у меня есть дом, это основа всего. На самом деле так и есть. В этом разница между теми, кто что-то делает и теми, кто живет, сложа руки. Если что-то делаешь, всегда есть риск. Я взял все деньги, которые были заработаны за всю жизнь и все вложил в этот бизнес-проект. И при этом у меня было трое детей. И мы решили переехать в провинцию. Я был столичный житель, и у меня не было никакого опыта в отельном бизнесе. Только в управлении, но не в бизнесе. Звучит, как будто вы сошли с ума. Я совсем не был безумцем, уверяю вас. Я проработал в отеле три года, и это был замечательный опыт. Переехать в другой город, зажить другой жизнью, в горной местности, в самом сердце Франции. И я все время присматривался, искал другой перспективный проект. Я стал разбираться, что такое хороший сыр, хорошее мясо, и стал искать проект, где смогу применить новые знания. Через семь лет я купил еще один отель, потому что мой бизнес процветал. Потом еще один отель. Каждый раз я брал кредит в банке. Так что, по сути, деньги были не мои. В этой сфере, чтобы разбогатеть, вы получаете деньги, когда продаете свой бизнес. И потом, еще через три года, я решил вывести деньги из этого бизнеса, продать все, что у меня было в Центральной Франции. И я получил два миллиона евро. Это был мой первый миллион. Даже два. Я решил вернуться в Париж и открыть свой первый ресторан. Это был маленький ресторанчик, но через два года мы получили звезду Мишлена. У вас есть Мишленовская звезда? Была. Я продал тот ресторанчик, он был слишком маленький. Теперь у меня более крупное заведение. Но звезда была нашей целью. Я хотел иметь ресторан с хорошей кухней, и у меня получилось. И мы заработали звезду. И я решил, вместо того, чтобы открывать большие рестораны, основать сеть Бестро. В результате появилась сеть Бестро по парисьянам, что значит не парижанин. Сейчас мы много работаем, и в последующие годы планируем расширить нашу сеть Бестро еще на семь заведений. Вот здесь можно за 4,8. Нормально. Но переведем на современный курс, это примерно получается 150 рублей. 150 рублей? Всего. Всего. За 150 рублей что можно вот попало? Нет, или я неправильно прочитал, или 300. 300 рублей. 300 рублей. 300 рублей. Ну да, 300 рублей, это уже серьезно. Это уже для богачей. Но в Париже, скажем, за 4,8. Мало что можно. Ну, я считаю, что вот в таком типе еды 5 евро это золотая цена. Почему? Потому что когда ты не пойдешь в любой фастфуд или улочную еду, всегда есть как бы комплексное что-то за 5 евро. Идешь в Макдональдс тоже за 5 евро. Идешь в KFC за 5 евро. Бургеркин за 5 евро. То есть они приняли как такую как бы сумму, которая... Среднюю монету, да? Ну, никто никому не жалко это потратить. То есть ты плачешь 5 евро, получаешь там бургер, картошку, напиток. Классно. И то есть 5 евро это вот... А давай еще по ценам пройдемся. Если я пойду в дорогой ресторан, ну, такой хороший премиальный ресторан во Франции, сколько мне нужно иметь денег на ужин? Слушай, ну... С девушкой. Все зависит. Без алкоголя. Без алкоголя. И плачу я. И плачь ты. Ну, это уже не про Францию. Ну, тогда входное блюдо будет хотя бы. Ну, ты, если ты платишь. Мне все плачу. Все, платишь. Да. Сколько получится? Слушай, ну, я думаю, хороший. То есть мы берем Мишлен или... Хороший давай для начала. Я считаю, что в хорошем ресторане, ну, евро, я думаю, 150-200. На двоих? На двоих. Хотя бы. Хотя бы. Начнем с этого. Начнем. Окей. А если уж Мишленовский? А если уж Мишленовский, то, я думаю, в районе 400-500 евро. 400-500 евро на двоих. Да. Ну, пойдем кушать фалафель. Пошли кушать фалафель. Так, ну что, сожрали блинчики, немножечко по Нине, гуляем с тобой по центру Парижа, как уже немножко одухотворенные люди. И что нас ждет дальше? Дальше нас ждет поход в Булочную. Булочную? Да, Булочную во Франции это целое искусство. Это главное место, кто любой парижанин хотя бы раз в день точно зайдет. Или утром в 7 утра за новым багетом, свежим, прям горячим. В общем, половина до дома не доходит, конечно же. Это как в детстве, батон покупаешь, пока идешь, сожрал. Или в обед, то есть все думают, что, например, в обед французы такие идут в ресторан, садятся, вино, там два часа едят. А на самом деле многие французы, у них времени нет, или многие не хотят тратить много денег. И просто идет в Булочную за чем-то вкусным. Давайте вот сейчас прям успеем, я думаю, под закрытие. Давай. Они уже закрываются, хотя время-то 8 часов. Высок? Петит-то у нас, в сувенеи же, вы не только живете. Итак, давайте посмотрим, пока что, что вот здесь у нас осталось. Итак, то есть, что самое стандартное в французах берет в Булочную? Они приходят, и это сэндвичи из багета. Причем сэндвичи, конечно, будут немного дороже, чем 5 евро. То есть, одна булка только стоит 4 евро, да? То есть, смотри, булка с начинкой внутри. То есть, стандартная это ветчина, сыр и ментарь, и какая-то зелень. Иногда даже без зелени это будет стоить 5 евро. Это вот любимое, что любят французы. Дальше, ты следишь за фигурой, пп. Да, это про меня. Салатчики. То есть, салат в основном самый такой популярный это цезарь или с тунцом. То есть, есть на разный вкус, есть даже вегетарианский. То есть, сейчас в Париже это очень сильно развивается. Все вот не хотят есть мясо, все переходят только на зелень. Только на зелень. Так, и здесь что получается по ценам у нас? Так, смотрите, салаты, конечно, уже подороже. Хочешь пп, плати. То есть, один салат стоит где-то 9, 20, 10 евро, где-то 12 евро. То есть, пп стоит, конечно, в Париже дорого. И дешевле есть не пп. Дешевле багетом, беда. Дешевле багетом. Дальше. Десертики. Что можно посмотреть? Киши. Киши, да. Такая мини-пицца. Мини-запеканка из яиц. С ветчиной, с шпинатом, с козьим сыром. Тоже достаточно неплохой. Очень сильно обожают французы, причем готовят даже очень часто дома. Или можно такие мини-варианты тоже попробовать. Дальше есть такая вещь, как курассан с сыром и ветчиной. Да. Как бы многие думают, что в Париж такого нет. Что мы такие, курассан это святое, и нельзя, конечно же, такое есть. Туда сыр и ветчину. Ну, туда сыр и ветчину, и это просто прелесть. Только и добавляют, да? И самое важное, это крок миссио. Это что такое? Крок миссио, это, вот представьте, есть два огромных плоска хлеба. Так. Посередине ветчина, сыр, хлеб, еще сыр сверху. Это запекается. Бутерброд это. Бутерброд, но с сыром еще сверху. Бутерброд с сыром сверху называется крок миссио. Крок миссио. Все, при этом берете, жене или мужу приготовили бутерброд, сверху сыр бахнули, сказали, дорогой, это крок миссио. А есть еще крок мадам. Ага, крок мадам, это что это такое? Это с яйцом. А-а-а. Ну, да. Крок миссио и крок мадам. А все можно, интересно, почему это мадам с яйцом? Ну, слушай, должно быть, наоборот. Ну, более изысканно, красиво, добавлять краски. Хорошо, ну что, идем дальше. Да? Я думаю, что вы получаете мощный импульс от осознания, что работаете в бизнесе, где вашими предшественниками были ваш дед и прадед, где работали ваши родители. И это ваша семейная история. Вы правы. История нашей семьи связана с историей всех наших гостей с самого начала. Потому что, по-моему, отель – это сплав владельцев, сотрудников и гостей. Отель и вы вместе с ним неотделимы от гостей. Как интересно. А наши гости – люди высокой культуры, интересующиеся искусством, живописью. И это создает особую атмосферу подлинно французского отеля, которого не коснулся международный образ жизни. У меня есть один вопрос, но я его задам немного позднее. Давайте пойдем дальше. Мой следующий вопрос. Каким будет ваш следующий шаг? Что, как вы считаете, надо изменить в вашем бизнесе соответственно новым веянием? Мы должны развиваться по своему пути, выстоять, не опираясь ни на какую международную группу компаний. Практически все, что мы зарабатываем, мы инвестируем. Мы вкладываем средства в функционирование отеля. И еще мы инвестируем в персонал. Чтобы отель процветал, мы должны заботиться о благосостоянии своих сотрудников. И мы относимся к их благополучию очень серьезно. Если они не будут испытывать удовлетворение от своей работы, гости это почувствуют. Это семейный бизнес, но наша семья не настолько велика, так что приходится привлекать людей со стороны. Мы должны хорошо ладить между собой, с нашими коллегами. Только так механизм отеля будет работать ровно, без скрежета и сбоев. И, по-моему, гости это чувствуют. А люди все время меняются, и все процессы надо постоянно контролировать и совершенствовать. Идти в ногу с переменами. Очень интересно. Вы упомянули сотрудников. Мне кажется, в работе отеля персонал это важный аспект. Важнейший. Отель это сервис. А сервис целиком строится на людях. А как вы нанимаете людей? Как вы понимаете, что этот человек не сможет у вас работать, а тот подойдет и его следует нанять? На каких критериях основываются ваши решения при отборе персонала? Я не знаю. У нас нет какого-то чек-листа для отбора, каких-то тестов. Мы полагаемся на интуицию. Мы научились чувствовать людей. Мы проводим собеседование и становится ясно, как тот или иной кандидат относится к людям, как представляет себе свою будущую работу. Дело в том, что у нас есть другая проблема. Кандидатов на работу у нас не хватает. То, что вы сказали, я нахожу очень важным. И мне кажется, я понял вашу жизненную позицию, ваши чувства. В моем представлении жизнь — это достижение. А из ваших слов следует, что для вас жизнь — это забота о людях. Вы не можете жить в одиночку. Вам приходится взаимодействовать с другими людьми. И вы либо делаете это как можно лучше, либо впереди вас ожидают проблемы. Человек не может бежать один, соревнуясь сам с собой, а потом заявить «Я победитель». Если вокруг никого нет, кому какое дело до ваших побед. Мы должны побеждать сообща. И в продолжении темы с наймом персонала. Как вы сказали, в ходе интервью вам становится ясно, ваш это человек или нет. Как вы это чувствуете? Не знаю, что вам ответить, потому что я сама собеседование не провожу. Но, конечно, если человек имеет опыт работы в международной компании, здесь у нас, если ты не занят одной работой, то должен уметь выполнять другую, быть, так сказать, поливалентным. Здесь есть еще много юридических моментов. Допустим, нам кто-то понравился. Мы наняли человека на работу, и вскоре выясняется, что человеку некомфортно работать по нашим стандартам. Он потом просто уйдет. Это вполне естественно. Это должно быть отражено в контракте. А что потом, чем вы потом занялись? Ну, когда я работал еще в ресторане, я... История очень долгая была. В 2000 году мы начали придумывать, как устроить первую русскую станцию во Франции. Русскую станцию? Русскоязычную станцию. А вы ведь радиостанцию? Да, радиостанцию. Был какой-то коллектив, который собрался, потом он развалился, и в конце концов мы остались вдвоем с парнем из Ростова, который когда-то работал диджем на ростовском радиостанции. И в тот момент я нашел какую-то компанию, но чтобы получить частоту FM, это очень тяжело. И мы решили пойти другим путем. Мы решили, как сначала все получают частоту FM, а потом делают, организовывают интернет-радио. Мы пошли другим путем. Мы пошли в интернет-радио для того, чтобы потом получить частоту FM. И зависли в этом интернет-радио на 15 лет. Итак, вы с ней делали свою интернет-радиостанцию. Да. И что, 15 лет? Она стала популярна? У нас было достаточно где-то по 3 миллиона слушателей ежемесячно. Слушала весь мир до момента того, что пришел, как сказать, творческий кризис, когда ты понимаешь, что ты много сделал, и тебе надо двигаться дальше. Сейчас что вы делаете? Сейчас я занимаюсь медиапроектами. То есть, это репортажи для телеканалов, съемки документальных фильмов, TikTok и Instagram. Ну, как обычно, как молодежь живет сейчас. Класс. Мы официально профессиональные тиктокеры, Instagram и снимаем кино. Вы же еще актером где-то уже снялись. Ну, после того, как я начал делать радиостанцию, я говорю, что это начали открываться различные двери. И когда ты начинаешь погружаться в медиапространство, которое я не видел до этого, да, то есть у тебя одна дверь, вторая, третья, и тебя начинают узнавать. ты единственный, кто делает станцию на русском языке во Франции. И ты потом начинаешь проникать в кино, в театр и все прочее. И я решил пойти в кино. Одна, вторая. Русский, один кастинг-директор, очень хороший, да, он мне послал как-то однажды письмо, сказал, Эдуард, мы приглашаем сниматься в кино. Это был 2012 год. А как же кастинг? Это выхожу тебе искать, по-моему, второй сезон, пятая серия, что-нибудь, с очень известными российскими актерами. Я говорю, слушайте, Наталья, а как же кастинг? Она говорит, Эдуард, вы прошли кастинг. Она даже не видела меня вживую. Я приехал, снялся. И все, и потом все пошло. Одно, другое, третье. Сколько у вас уже ролей было? Слушайте, ну, в основном это эпизодическая история, но это много, блин, я уже перестал считать. До 20 тысяч считаешь, потом уже. Я единственный фильм смотрел, кусок. Это было «Московские тайны», по-моему. Да, вот смотрел. Остальное даже не видел вообще. Супер. И самое интересное, что сейчас, когда ты отснялся во французском кино, ты получаешь ежегодные суммы за съемки, даже из-за эпизода. Ну, ты снялся в кино, в зависимости от контракта, который ты подписываешь, потом тебе платят определенные роялтиз за съемки. И два раза в год получаешь какие-то дивиденды. например, сколько вам денег раз в пол? Ну, слушайте, это за три секунды в кадре тебе приходит 200 евро. Роялс. Кидают тебе просто вот так. Ресторанный бизнес сложен тем, что у вас много сотрудников, которые выполняют много мелких задач. Они каждый раз все очень хорошо делают. Как вы управляете своим коллективом? Сколько человек на вас работает? Главное, я пытаюсь поставить себя на место каждого из них. Как бы я справлялся с той или иной работой? Второе, это атмосфера в коллективе. Я на самом деле люблю людей, это в моем характере. Кстати, поэтому мы и открываем все новые и новые рестораны. Предположим, вы пришли устраиваться ко мне на работу официантом. Это будет в вашей жизни первая работа. Как у меня, когда я нанялся доставщиком пиццы. И я знаю, что эта работа повлияет на всю вашу жизнь. Через полгода, год, два сотрудник пойдет на повышение. И может быть со временем, как и я когда-то станет генеральным управляющим. Так бывает, все возможно. И у него будет благополучная обеспеченная жизнь, хорошая машина, он будет зарабатывать большие деньги. И в целом жизнь улучшится. Поэтому мы открываем все новые рестораны. Я говорю соискателю, если вы будете выполнять работу как следует, то когда откроется новое заведение, вы сможете занять там должность повыше. Мне это удалось, и у вас может получиться. Вы рассказывали, что начинали с работы доставщика, но так многие начинают. И у вас на этой работе было много коллег, но не все добились такого успеха, как вы. Как по-вашему, в чем заключается главная ошибка тех, кто вместе с вами начинал? Что они не сделали? Чего они не знали? Что помешало им подняться в жизни так, как это вам удалось? Главным мотивом должно быть желание построить бизнес, а не просто заработать много денег. А для этого нужно все заранее изучить и взвесить, вникнуть во все детали. нельзя рискованно бездумно кидаться в проект о черте голову. Ну и многое, конечно, зависит от личных качеств. Вы должны быть общительным, находчивым, еще, конечно, сильным и целеустремленным. Если вы решили, что чего-то хотите, вы должны хотеть этого на самом деле, всем сердцем, и тогда вы реализуете свое желание. Многие просто мечтают достичь успеха, а настоящего жгучего желания не испытывают. Я уверен, что если бы захотел стать президентом Франции, у меня и это бы получилось, но я к этому не стремлюсь. Но я достиг всего, чего хотел в юности, и даже того, о чем не мечтал. Если это оказалось возможным для меня, я уверен, что и для многих других это доступно. Разница лишь в том, что можно пассивно мечтать, а можно хотеть и добиваться, идти к поставленной цели. Вот такая у меня жизнь. Я люблю свою работу. Невероятно. Во Франции такая красивая жизнь, элегантно одетые люди, хорошие машины. по-разному по-разному бывает. Но да, если вы в Париже. В центре Парижа. Именно. Вы выезжали за пределы Парижа? Да, немного. У нас здесь барбекю, жаровня. Нам кажется, что в жаркую солнечную погоду людям хочется того, что приготовлено на барбекю. Мы готовим мясо, выделив часть ресторана под зону барбекю. Все на барбекю жарите? Да, здесь готовят блюда из говядины, курятины, и мы готовим такое острое жаркое из свинины, популярное в Испании. Вы уже обедали? Да, я ел рыбу. Рыбу? Окей. Рыбу тоже здесь готовите? Только мясо. Мой друг ел мясо, поэтому у него такой довольный вид. А устроить здесь барбекю это ваша личная идея? Конечно моя. Все, что вы здесь видите, это мои идеи. Так вы не тот босс, что только вкладывает деньги. Вы еще творец. По сути, я все делаю для себя, и я делаю для своих клиентов то, что мне хотелось бы самому. Когда на небе светит солнце, мне хочется барбекю. И я думаю, что я не один такой. Другим хочется того же. Мне нравятся ими можно было накормить много людей и чтобы цены были хорошие. Давай по статистике пройдемся. Сколько мишленовских ресторанов в Париже и во Франции в целом? Смотри, во Франции в целом 528 мишленовских ресторанов. 528? Да, мы проигрываем только Японии. А в Японии сколько примерно? В Японии примерно около 600 ресторанов. Причем в Париже у нас 10 с тремя звездами, 17 с двумя звездами. И 52 с одной звездой Мишлен. Обалдеть. Я правильно понимаю, что в мишленовский ресторан попасть почти невозможно? Там всегда очередь? туда раньше нужно где-то за месяц-два попытаться забронировать место в мишленовском ресторане. Попытаться. Все мечтают, все хотят потратить свои деньги там, поэтому нужно обязательно заранее. Удивительно. Окей. Так, нам далеко еще? Нет, буквально уже за углом. Может уже попробовать, да? Да, все, я уже не могу. Пойдем, пойдем. Это тоже, да, знаменитое заведение какое-то? Да, то есть Велатинский кварталь тут очень распространено именно гирос. То есть, например, вот... Гирос это что такое? Шаурма? Гирос, да, это почти шаурма, но только в греческом виде. То есть, это греки придумали. Причем, главная такая особенность между шаурмой или кебабом, что в Париже то, что гирос можно делать из свинины. Так, чем это заведение знаменито? Она находится в самом центре именно фуд-части Велатинский квартал. То есть, чаще всего посетители именно здесь останавливаются, тут самый большой поток. То есть, они... Днем тут огромная очередь не пройти. И, что такое особенное у них есть? Во-первых, вот гирос просто в лаваше. Да. Ты берешь, у них есть свой специальный греческий соус. Тадзики берешь, пробуешь, вкусно. Есть еще другая особенность, конечно, это главное не показывать итальянцам. Давайте покажу. Чуть-чуть туда пройдем. Давай. У них очень такой фюжен двух кухней. Вот это что такое? Это паста с шаурмой. То есть, главное, итальянцы не показывать, у них, мне кажется, сердце просто разорвется от такого сочетания. Ну что, как я говорил, здесь конструктор. Басок? Сайбом, вы сетувя? Ну, я как сын врачей вначале должен спросить, насколько здесь санитарные нормы проверяются? Слушай, в Париже идет контроль, но скажу сразу, не сравните с тем, что в России. В России, конечно, за этим очень сильно следят, стараются, конечно же, лучше. Но в Париже, я не скажу, что прямо в этом месте, ну, везде. Просто, как бы, людям все равно. То есть, он, в принципе, этими же руками сейчас возьмет, сделает мне фалафель, и потом этими же руками возьмет деньги. Да, такое вполне возможно. Но бывает, что перчатку он готовит, а потом перчатку еще красивее уберет деньги тоже. Но, скажем так, в этом и контракт. Ходишь вкусно поесть, на что-то нужно немного закрывать глаза. Главное, чтобы потом на унитаз не закрыть сад. Так, что, заказываем? Так, миссио Сибу, вы выбираете? Фалафель, маус, если вы прийдёте. Ансуль. Так. Все, я заказал фалафель, сейчас он уже греет, собственно, питу, положит, и тебе будет целая возможность. Набить ее чем угодно, да? Да, смотри, у нас есть... Но не то, что это все соблазняет, надо признаться. Не все? Не совсем мишленовское, надо признаться. Ой, ну, слушай, ну, прям немного не дотягивает, я думаю, до мишленов. Вот это не острое? Вот это нормально. Вот это нормально, да? Да. Ну, там, я смотрю, красный перец все равно баловат. Ну, это не пикантное. Доверимся этому мужчине. Хорошо, так. Немножечко есть. Дальше что? Огурочек надо бахнуть. Выглядит хорошо, да? Олочек это очень хорошо. Огурочки. Опа. Еще один давай. А я могу сколько угодно навалить? Да. Скажем, наша русская душа. Понял. Так, а вот это что такое мне нравится? Редиска что-то? И... Навэ. Навэ. Excuse-moi, с каком... Это... Это... Это навэ. Навэ. И фе дуко? Паврун и... Паврун и скайдоню... Нет, я не знаю. Навэ это вот такое овощи, особенно, то есть с перцем. Понятно, ладно. А вон там баклажан еще чем спрятал? А он уже должен был тебе положить три баклажанчика. Положил или нет? Не знаю, не вижу там. Не вижу баклажанчика. Извините, уже добавляем с баклажанчика? Нет, с баклажанчика с саудимон. А с саудимон? А с кумпомет с баклажанчика, с пуплей? Нет, саудимон. А... А... Это для картошки, это майонез. Са седю. Это алжирский соус. Майонез, халяльный майонез. А это крем из кунжута. Можно еще. Сейчас нам делают баклажаны. О, баклажанчик, классно. Это enough, thank you. Все, супер. Мерси? Отлично. И вот это надо шебахнуть, а под конец еще. И все. И осталось вот эту красоту. Ну, не хватит. Ну, это хорошо, спасибо. Apple Pay работает здесь, да? Конечно. Ну что, уличный фалафель в Париже. За сколько он стоит? 6,50? 6,50 уже. Ну, это мы пошли по масштабному. Да? Ну, вот по-немногому 10 идем. Будем смотреть. Вы их можете взять, мессио? Вы их можете взять? Какие? Аплажаны? Аплажаны? Ну... Ну... Баклажан, кстати, топовый. Баклажан топовый, реально. Ты много фалафеля пробовал? Фалафеля много, я люблю фалафель. И вот баклажаны. Ну-ка. Слушай, реально очень вкусно. То есть, это прям не чуть-чуть, а прям вкусно. Ну-ка, там что у нас сейчас? Я баклажан еще хочу. Еще хочу баклажанчик. Так, вот это эстетично не уверен, что получится есть. Ну, я скажу, что баклажан, это вот в Париж, наверное, одно из немногих вариантов для вегетарианцев что-то поесть. Потому что французы очень сильно любят мясо. То есть, например, я знаю, что в России очень много именно вегетарианского заведения. Ты можешь прийти, поесть. В Париже, например, это целый квас. Ну, это же вегетарианское здесь. Это вегетарианское. То есть, вы даже... Вообще, кстати, мяса нет в этой лавке. Да, то есть, тут полностью все вегетарианское. Поэтому те, кто хотят вегетарианской пищи, могут приходить здесь есть фалафель. Очень вкусно. Потому что реально офигенно. Слушай, ну что скажешь, вот... Как бы они чистенькие, да, мясами? Но стоит того, что попробовать? Ну, так, у меня есть внутренний рейтинг. Я люблю пожрать. У меня есть уровень. Первое. Ну, можно съесть. Ничего страшного. Если я сюда вернусь, я это блюдо закажу. И третье. Ради этого блюда я приеду. Я могу сказать так. Если я буду гулять на этом районе, я точно готов зайти и это купить. Даже я бы сказал, что я бы чуть-чуть прогулялся, чтобы это попробовать. Это реально очень хорошо. Несмотря на то, что это стоит всего... 6,50. 6,50. И офигенно. Это маленький зал собраний? Не совсем. Мы называем эту комнату «голубая гостиная». Официально у нас нет ресторана. Потому что это большой город, и как в любом крупном городе в Париже, огромное множество ресторанов. Вам нет необходимости всё время проводить в отеле. У нас нет того, что очень формально можно назвать рестораном. Но многие парижане и наши гости могут здесь пообедать или поужинать. И у нас есть ещё аль-саль-а-манже, столовая, но в ней подаётся в основном завтрак. Многие бизнесмены, работающие в этом районе, заходят в бар, чтобы выпить бокал шампанского, а потом переходят сюда, чтобы пообедать. У многих сложилось представление, что люди, происходящие из семей, имеющих бизнес, живут в очень жёстких границах, что они лишены свободы выбора, чем им заниматься, где работать. А как вы решаете, что вам делать? Вам приходило в голову, что вы можете работать не в этой, а в какой-то другой компании? Или вы исходите из того, что должны прожить всю жизнь, соблюдая эти границы? Вовсе нет. Вовсе нет. Мне была предоставлена полная свобода выбора. Моя мать, она владельца этой компании, вела себя очень мудро. Она никогда не диктовала мне, что я должна делать. Это решение родилось у меня внутри. Я пришла к тому мнению, что должна работать в этой компании. И такое решение не определяется тем, что вы чья-то дочь или чей-то сын, и вас заставляют так поступить. Компании нужны люди, которые эффективны, компетентны. И лучше найти кого-то на стороне для работы в компании, чем пропихивать сына или дочь, которые не хотят и не способны работать. Это не игра. Компания должна жить своей жизнью, и мы должны быть компетентны. И дело не в родственных связях. Ну вот в настоящее время вы стоите во главе этой компании, и вы должны думать о следующем поколении. А если никто из представителей вашей семьи в этой компании не захочет работать, управлять этим бизнесом, что вы будете делать? У меня три дочери. И если ни одна из них... Если ни одна из них не захочет, или, что важнее, окажется неспособна это делать... Ведь управление должно быть компетентным. Мы просто найдем кого-нибудь на стороне. Найдем главного управляющего за пределами семьи. В вашей семье это будет считаться нормальным, если посторонний человек встанет во главе вашего семейного бизнеса. Может быть, это и ненормально, но это может произойти. Главное, чтобы управление компанией оставалось на высоте. Как интересно. А ваши дочери хотят здесь работать? Или им рано об этом думать? Они еще не вышли из подросткового возраста. Но когда надо будет выбирать учебное заведение, вот тогда и посмотрим. А они интересуются отелем сейчас? Конечно. Им пока идея управления компанией нравится. Но важнее другое. Смогут ли они это делать? Очевидно, что невозможно быть управляющим партнером, если нет опыта, умения обдуманно рисковать. Надо иметь за душой определенный багаж. А для этого надо потрудиться. Я хочу вернуться к моменту, когда вы вот эти два года жили в такой неопределенности. Вы что в этот момент чувствовали? Были дни, когда вам было плохо? Вы не были уверены в том, что у вас что-то получится? Нет, на самом деле я никогда не думал, что у меня не получится. У меня были дни, когда я реально... Я помню, один такой случай был, когда я не мог найти адрес. То есть я переселился с одной общаги в другую, на вокзале. В ящики вот эти железные. Я шел, и это было уже вечером. Лил дождь, и мокрый. Я понимаю, что я мало что заблудился. То есть я весь мокрый, и мне хочется спать уже, я устал. Я вот реально... У меня накатывались слезы. Когда тебе за 30 ты плачешь, идешь. Я думаю, это все фигня на самом деле. Осталось только найти адрес, давай. Я остановился, реально остановился, включил мозг. Тогда же не было навигаторов, не было телефонов. У меня была Nokia такая еще, которым уже было орехи колоть. И собрать, ну как бы, и пришел как бы в себя. Сказал, слушай, ну ты че? Я думаю, что скорее всего это все-таки русское воспитание, армия, советская школа. Это вот то, что тебя делают еще так. Какой был самый ужасный день из тех за два года, когда вы бомжевали? Я думаю, что первая ночевка в этом городе, в городе Парижа. Я помню, что я вышел отсюда, потому что все разбежались по каким-то... То поехал ночевать, то по друзьям. Ну не важно. И я остался один. Мне нужно было где-то как-то пересидеть эту ночь, потому что мы договорились, встречи с нас еще один день. Я пошел по этим улицам, да, и единственное, что я мог себе придумать, это я нашел бесплатные журналы. Я нашел решетку, откуда дуло. Ну метрополитен, наверное, что там, вентиляция какая-то. Я положил эти журналы на решетку, сел, зажался вот так вот и уснул. То есть я проспал часа на три или четыре отразу. Потому что была первая ночь, вообще усталость после перелета. И потом я под утро, уже когда проснулся, я понимаю, что надо как-то подвигаться, уже затек. Я начал ходить, я пошел обратно на вокзал и нашел вот там бар, который работал ночью. Я пришел туда, взял чашку кофе, сходил в туалет, помылся, руки там, за лицо. Сел, и там такой был, типа банкетка такая, да, мягкая. Я присел и начал засыпать. И официально все время походил, типа, здесь не спать. Ты еще сюда пришел, здесь не спать. Мне пришлось взять еще один кофе. Ну, как-то вот так. Это вот такое было. То есть, у тебя нет языка, ты не понимаешь, что происходит. Ты штукаю, да, тебя табуськаю, а, блин, а ты как-то вот еще не в материале. Это было самое сложное. Это же крайне дискомфортная ситуация. Язык не знаете, денег нет. В новой незнакомой стране. А силы Оли, значит. Где спать нельзя? Ну, блин, это все наши страхи. В какой момент был максимальное уныние, грусть? Ну, я думаю, что его не было. Просто, если есть задача, надо ее выполнить. Все. Ты искался, блин, а ты что? Шага обратно точно нет. Билета обратного нет. То есть, ты поехать обратно не можешь. Не потому, что ты там, тебя никто не ждет. Не важно. Просто внутри у тебя есть определенный какой-то ресурс, который тебе позволяет, ты должен тебя куда-то тащить. Эта дорога ведет прямо к вашему дому? Да, приглашаю вас прийти, посмотреть и поснимать на камеру. Мой так называемый дом вон тот, где на крыше дерево. И мы можем туда подойти? Да, но лучше обойти вокруг, чтобы увидеть его еще в другом ракурсе. Ваша собака прибежала. А по этой дорожке вы ходите на работу? Да, каждый день. А вы где живете? Я недавно сменил страну, переехал, а теперь живу в Дубае. Вы были в Дубае? Был. А вы не планируете открыть свой ресторан в Дубае? Хм, хотел бы, но уж очень Дубай далеко. Всего пять часов лета. Точнее, шесть. Да, шесть часов в воздухе, и вы там. Я впервые встречаю человека, который живет на корабле. Неужели? Это ваш основной дом? Да, у нас есть большой загородный дом, приблизительно в полутора часах на машине от Парижа. Но большую часть времени я живу здесь. Мне нравится такой образ жизни. Вы когда-нибудь были? Не знаю, как это по-английски. Грузовое судно может быть. На барже. На барже? Нет, не приходилось. Этому судну почти сто лет. Итак, мы купили это судно, все на нем переделали и переоборудовали его в квартиру. А раньше на нем перевозили по сене различные грузы. У вас и сад здесь есть? Да, садик на крыше. Там направо тоже живу. Это не сон, а явь. Не мечта, а ваша обыденность. Надо же, изо дня в день. Поразительно. Именно так, каждый день. Вы двери не запираете? Нет, это лишнее. Выглядит так, как будто это яхта для вечеринок. Да, здесь и вечеринки иногда устраиваются. А это что такое? Это произведение одного художника. Его зовут Джерар Леру. Да, Джерар Леру. Он из Сан-Тропе. Я в первый раз увидел ее в галерее в Сан-Тропе несколько лет назад, и она запала мне в душу. И впоследствии, в очередной раз, приехав в Сан-Тропе, я купил эту инсталляцию. Чтобы у нас всегда здесь была ривьера. По вашим рассказам, получается, что у вас все всегда шло как по маслу. Люди будут сомневаться, подумают, невозможно, чтобы он не совершал ошибок. Вы не встречали преград на своем пути, не сталкивались с проблемами. Не могло же все сложиться автоматически. Я думаю, что вам пришлось потрудиться, и вы тоже ошибались. Вы можете назвать свою самую большую ошибку, самую серьезную проблему, которая преграждала вам путь. Не хочу вас разочаровывать, но у меня нет проблем. Вначале у меня было мало денег. Каждый раз, когда я брался за новый проект, мне приходилось вкалывать изо всех сил, чтобы в итоге продать то, что у меня было дороже, чем я покупал, и вложиться в проект. Разумеется, надо усердно и много работать. Но всегда, когда я что-то задумывал, мне это удавалось. Надо лишь работать как следует, предлагать клиентам стоящий товар за их деньги. И это всегда срабатывает. В нашей сфере бизнеса очень важно любить людей, стараться делать их счастливыми. Например, вы, наверное, обедали сегодня в ресторане. Если у вас сложилось благоприятное впечатление, то вы поделитесь с друзьями, скажите, «Я обедал в новом ресторане и остался очень доволен». И тогда другие, услышав ваш отзыв, тоже захотят в следующий раз пойти туда. Если изо дня в день вы делаете все как надо, то у вас будет все больше и больше клиентов. И вам не надо заниматься пиаром, маркетингом, потому что за каждым новым клиентом потянется следующий. Нужно лишь, чтобы ваши клиенты оставались довольны. Я говорю, что это было легко, потому что я не работал через силу. Для меня всегда моя работа – это в то же время мое увлечение, моя страсть. Я иду на работу с таким же настроением, как на вечеринку, на праздник, когда в моем доме собирается много друзей. У меня это всегда есть и было так. Самое важное – это ваш персонал. Как вы разговариваете с сотрудниками, чтобы они разделяли ваши чувства, ваши ценности – это главное. Но если у вас есть хороший проект, и вы нашли на него деньги, то проблем уже не будет. Чем больше денег, тем крупнее может быть ваш проект. Деньги – это главное для хорошего проекта. Вы не согласны? Я тоже так думаю. Главный залог успеха – надо любить свое дело. Это основа всего. Вами не должна двигать мысль «хочу быть богатым». Это бессмысленно. Кто не хочет быть богатым? Вы должны рассуждать так. Вот вам нравится какое-то дело. Сколько вокруг людей, которых то, что вы делаете, интересует. И как я могу преуспеть в своей работе? Если вы все делаете хорошо, успех непременно к вам придет. А если вы добились успеха, начинать новый проект будет легко. Я занимался разнообразной деятельностью. У меня были разные проекты. Я никогда не перекладывал обязанности на других. Не тратил силы на то, чтобы разузнать побольше про конкурентов. Не тратил времени на праздные разговоры. Я всегда был сосредоточен на том, что я могу сделать сам. И это работает. Во всяком случае, работало до сих пор. А там, кто знает. Это хорошая формула успеха. Думайте не о конкурентах, а о клиентах. В своей работе я руководствуюсь правилом предоставить клиенту такое обслуживание, какое хотел бы получать сам. И я уверен, такой подход привлечет много людей в любое заведение. Оп, и мы оказались в «Отакос». Да. Это очень популярное заведение среди молодежи. Они это прямо обожают. Это первое заведение в этой сети, да? Нет. Нет, не первое. Первое было не в Париже, очень давно, в таком маленьком-маленьком городе. Потому что в Париже открыть первое свое заведение, это очень много средств надо. Но здесь они уже открылись по франшизам. Все, понятно. То есть, вот до того, что они дошли до Бруклина. Достаточно такая большая сеть. Но они взяли своим именно вот таким форматом конструктора. То есть, давай я тебе покажу. Я рассказываю. Да, смотри. То есть, что здесь у нас? Первое, ты выбираешь свой размер. М, Л, ХЛ. Не, ну мой размер, конечно, ХЛ, но сегодня возьму поменьше. Что значит размеры? В М можно один тип мяса попробовать. В Л можно два типа мяса. А в ХЛ есть целых три типа мяса. Дальше, какое у нас здесь есть мясо? Курица. Курица в маринаде. Фарш. Пикантные сосиски. Наггетсы. Кардамблю. Ну, тендерсы. И, если хочется, можно еще и фалафель добавить. Что такое тендерсы? Тендерсы – это как куриное филе в панировке хрустящей. Как киевсишечка такая. Да, но тут как бы за киевсишечку плюс один евро. Нужно вот доложить. Дальше ты выбираешь соус. То есть там алжирский, барбекю, бургер. То есть, хочешь очень острый, хочешь не острый. И за допоплату можешь себе добавить еще какой-то сыр или еще какую-то приколюху. А приколюха – это что там, например? Ну, например, смотри. Вот такие, я бы сказал, халапеньо-чизнаггетс. Или можно добавить беконы, или шампиньоны. То есть, что-то такое, что украсит вкус. И это все идет уже с картошкой фри и с сырным соусом внутри. Что бы тебя могло бы удивить? Ты пробовал хоть раз кардамблю? А что это такое? Слушай, кардамблю – это такое как бы французское изобретение. Это выходит ветчина. В середине нее находится сыр. Это все обернуто в курицу и в панировке. О, звучит вкусно. Давай такое попробуем. Все, тогда мы берем эм, я думаю. Эм? С кардамблю. С кардамблю. Я бы тебе посоветовал козий сыр. Все-таки мы во Франции. Шевр. Все, берем козий сыр. Отлично. Ну что, Паш, вот твой обещанный такос. Это просто такоса. О, такос. О, такос. Но это похоже на шаурму другой формы. Похоже на шаурму, но это французский о, такос, похоже на шаурму. А есть вот так руками надо? Просто берешь вот так вот, да? И кусаешь. Слушай, ну это очень тяжелое. Тут грамм 300, наверное, доеды? Маленький размер. Это маленький? Это маленький размер. Ну, за ваше здоровье. Еще один эксперимент. Сладкий. Сладкий. Там кетчупом они навалили, конечно. Да. А, и картофанчик там, да? Там картошка будет. Все, она по дефолту идет с сырным соусом. Ммм. Слушай, ну это реально вкусно. То ли я голодный, то ли здесь вот даже уличная еда, она вот это неочередное дерьмо. Слушай, ну, я думаю, что по спонине фалафре, ну да, уже тут уже дегустация идет. Да, то есть это с раклетиком, с картошечкой, с сырным соусом, с мяском. Ты еще козий сыр добавил. Еще козий сыр добавил. Ну, вообще. Что больше прочувствовать в Франции. Блин, ну это фастфуд, конечно. Совершенно другой уровень. Если бы ты мне сказал, что это блюдо из дорогого ресторана, я бы мог поверить. Ну, мы ему поднялись повыше. А, ну это уже сколько стоит это? Да, это уже где-то в районе 7 с чем-то евро. Уже 7 евро. Ну, согласен. 7 евро это уже... Да, то есть вот мы начинали с 480, уже почти 8 евро. За 7 евро, конечно, в Москве можно и в кафешку какую-нибудь сходить. Ну, а ты говорил, что это тоже блюдо как будто из ресторана, поэтому считаю, почти, почти кафешку. Этот номер королевский, да? Мы ожидаем гостей. А, извините, это кому-то лично написано? Да. И это ведь не на принтере распечатано. Рукописное приветствие. Да. А зачем? Вы же тратите на это рабочее время сотрудников. Конечно. Но это ведь персональное приветствие. Так выражается уважение. Вы считаете, это имеет смысл? Я лично написала приветственное письмо и распорядилась, чтобы сотрудники копировали от руки и гости получали такие приветствия. И это для вас важно. Это самый очевидный способ показать гостям, что мы их ждем. И мы это не какой-то абстрактный коллектив, а реальные люди. И мы их ждем. А кто именно написал это письмо? Я думаю, что это один из моих ассистентов. Мы стараемся создавать у гостей приятное настроение. Невероятно. И здесь вы видите нашу фирменную особенность. Архитектурное решение номера своеобразное, даже уникальное. Здесь спальня, а здесь гостиная. Такую планировку имеет большинство номеров в нашем отеле. Это очень необычно. Этот сектор весьма просторный. И вся мебель здесь сохранилась со времен открытия отеля. А можно мне зайти посмотреть? Пожалуйста. А это что такое? Я не знаю, как это называется по-английски. Это туалетный столик для женщин. В эти ящички дама может положить косметику и украшения. И здесь есть зеркальце. По-французски мы это называем «petit bon art de jour». «petit bon art de jour». Извините меня за мой французский. А это ванная? Да, там ванная комната. А это что? Как это открывается? Это служебная, не открывается. Как вы сможете понять, кто лучше подойдет для работы в вашей компании? Ваша родная дочь или сторонний менеджер? Как вы распознаете способности? Когда-то мне придется это решать, но это в будущем. Это же так сложно. Конечно, будет сложно. Я работаю на компанию. То есть я должна действовать в интересах компании и тем самым также в интересах своей семьи. И я должна найти подходящего кандидата, чтобы сменил меня на этом посту. Здесь речь идет о работе, а не о семейной истории. В этой связи я хочу спросить, где пролегает линия разграничения между семьей и бизнесом? Где заканчивается бизнес и начинается семья? Четкой линии нет. Я немножко шизофреник. Во мне уживаются две эти сущности. Еще меня интересует такой вопрос. Предположим, человек хочет основать новый семейный бизнес. Это большой челлендж, большой риск. И по опыту многих своих знакомых я знаю, что ведение с супругами семейного бизнеса приводит к кризису в семье. Это происходит потому, что у них разные подходы к делу, их мнения не совпадают. Как вы преодолеваете эту проблему? С моей мамой? Да, с мамой. Компанией управляет один человек. Всегда. Раньше это была моя мама. Потом она решила отойти от дел. Когда я стала главным управляющим, мы решили, она может высказать свое мнение, а решение остается за мной. Только так и никак иначе. В этом весь секрет. Это как на корабле. Командует капитан. Это звучит хорошо. Все правильно. Но это теория. А как обстоят дела на практике? Это нелегко нам далось. Но мы договорились. Приняли решение, и мы ему следуем. У нас получилось. Между вами никогда не бывает конфликтов? Конфликты? Конечно, бывают. Как можно, чтобы мать с дочерью и без конфликтов? Но это не конфликты, это споры. Они не влияют на наши взаимоотношения в семье. Мне кажется, это очень непросто работать со своей матерью, которая велит, делай так-то и так-то. А у вас другое мнение. Если мама остается на посту руководителя, вы должны ее послушаться. Это компания. Это не семья, не воскресный семейный обед. Вы освоили, должно быть, это искусство смены личностей. Сейчас я дочка в семье, а сейчас управляющая на работе. Ну, хорошо, ладно. Один день можно что угодно принять. Но когда уже год прошел, вы понимаете, что целый год и вы по-прежнему бомж или бездомный, гуляющий по Парижу, ищущий работу, не имеющий ни дома, ни денег, ничего. Но все равно же есть какие-то свои прелести в этом. Ты знакомишься с людьми, ты получаешь какую-то информацию, ты начинаешь как-то обрастать каким-то скарбом, образно говоря, да, там, документами, возможностями и все прочее. Ты пытаешься сделать что-то. То есть у тебя есть цель определенная, да, сделать что-то. И ты начинаешь искать возможности ее как бы облатить. Ну, достичь. И поэтому ты начинаешь двигаться. То есть понятно, что если у человека нет цели, тогда понятно. То есть ему тяжело, он не понимает, что делать, куда дальше. А когда у тебя есть цель, ты идешь к ней. Вот и все. Просто у мужика должны быть яйца, а они должны быть. Ну, а как еще? Окей. И сейчас вы выучили язык. Ну, я не хочу сказать, что я охрененно хорошо говорю, но я умудряюсь делать документальные фильмы на французском языке. Значит, разобрались. Разобрался, да. И у вас здесь свои проекты, свои бизнесы? Проекты, да, свои, конечно. Ну, бизнес, как таковое, это все виртуально. Да. Вот. Ну, этот дом, это уже большая часть своей жизни, такой, осознанной, да, после 17-18 лет. Естественно, я прожил здесь. Ну, как бы это дом, это часть дома. Но в основном, родина, это родина. Давайте представим человека, который смотрит это видео и тоже какое-то решение хочет принять большое. Может, переехать, может, другое какое-то решение. Но, может быть, не до конца его принял. Может быть, сомневается. Что вы этому человеку можете порекомендовать, посоветовать? Я хочу сказать, что если нет уверенности в том, что ты делаешь и нет цели, то двигаться со стола вставать не надо. Поехать, попытаться и что-то попытаться найти смысла нет. Потому что, пройдя вот этот кусок жизни, прожив там первые пять лет, я четко скажу, я не пожелаю даже врагу того, что я прожил. То есть, эмиграция, это такая ситуация, достаточно людей, потому что немногие уезжают в никуда. то есть, это надо иметь, наверное, цели. Если есть цель, иди. Нет цели, не надо никуда ходить. Сначала разберись сам с собой. То есть, если есть неопределенность, ну, блин, определись тогда. Потому что без определенности не женится и замуж не выходит. Супер, спасибо вам большое, пятерочка. Ура. Давайте спустимся на нижнюю палубу. Здесь вот такая комната. Да. В этой комнате вы принимаете гостей. Я даже представляю себе, как здесь собираются приятные люди, вы зажигаете огонь и ведете разговоры у камина. Как прекрасно. Не могу не спросить про деньги. Сколько стоит это удовольствие? Удовольствие всегда стоит денег. Сколько, точно я не знаю. Здесь все переделывалось и переоборудовалось постепенно. Трудно подсчитать. Это кухня. А вы сами готовите? Да, конечно. Это спальня. Там ванная. Обратите внимание на рубку. Вау, это нереально. Это картинка в глянцевом журнале. Можно подняться, порулить? Я люблю все на себе испытывать. Конечно, не стесняйтесь. Хэллоу, мистер. Полный ход. Вы знаменитый парижский ресторатор. И вы знаете о ресторанном бизнесе все. Может быть, кто-то посмотрит этот ролик и подумает, я тоже хочу открыть свой ресторан. Вы можете назвать пять самых важных правил, которые я должен соблюдать, чтобы открыть ресторан и добиться успеха. Окей. Вам может показаться, что ресторан — это легко. Вы умеете готовить, принимаете у себя в доме гостей, кормите их, угощаете, и все счастливы. Вы сами ходили в ресторан и думаете, что этого достаточно. Главное в ресторане то, что вы кладете на тарелки. Значит, вы должны найти шеф-повара. Неважно, какое заведение вы создаете, будь то кафешка с бургерами или ресторан со звездой Мишлена. Главный принцип один и тот же. Хорошие продукты, хорошее приготовление и хорошая атмосфера. С другой стороны, продукты могут быть отличного качества, но если вы не умеете их приготовить, блюда выходят слишком сухими или слишком пресными, вы прогорите. Если вы умеете как следует готовить, возьмете прекрасную рыбу, идеально ее поджарите, добавите овощной гарнир, это уже хорошо. Это будет значить, что вы на верном пути. Это составляет 50% вашего успеха. Остальные 50% приходятся на атмосферу заведения. Чтобы создать атмосферу, у вас должно быть продумано абсолютно все. Освещение, музыка, столы и стулья. Это одна сторона. А другая — очень любезное, доброе отношение к клиентам. Люди, которые к вам приходят, должны почувствовать себя желанными гостями, а не просто клиентами. И в этом весь секрет. Когда вы приглашаете гостей в свой дом, действуют те же правила. Вот что я могу порекомендовать. Не знаю, что еще можно сказать. По-моему, этого достаточно. Если этого вам достаточно, значит, на самом деле достаточно. Я назвал главные принципы, и каждый, кто успешно работает в ресторанном бизнесе, со мной согласится. Спасибо. И еще пара вопросов о французской кухне, о ресторанах. Как французам удалось создать самую изысканную кухню в мире? Как это произошло? Это хороший вопрос. По моему мнению, ключ к пониманию надо искать в истории Франции. И еще все ценное в этой сфере вошло в красный гид Мишлен. Вы ведь знаете историю Мишлена? Это автомобильная компания, они производили шины. И потом они решили давать советы. Если вы едете из Парижа в какой-то другой город, и по пути захотите пообедать, то есть одно отличное местечко. И еще один отель, где вам будет удобно остановиться. И они стали присуждать звезды лучшим ресторанам. И сейчас заветная мечта любого, кто только начинает учиться на повара, это удостоиться когда-то в будущем звезды Мишлена. Если вы хотите быть шефом, это вершина, к которой вы стремитесь. И поэтому во французских ресторанах такая хорошая кухня. Там работают люди, которые хотят заработать звезды. То есть, по моему мнению, один фактор — это история, другой — звезды Мишлена. Их стремятся получить шефы и в других странах мира. То есть одна книга, справочник, повлияла на целую отрасль. Получается, что так. Это та же история, что с айфоном. Один парень изменил целый мир. Я знаю, что ты еще кое-что для меня подготовил, да? Ну, тебя ждет что-то очень особенное, которое, кажется, будет отличаться. Что? Лобстер. Фастфудный? Фастфудный. Фастфудный лобстер будет? Да. Вот сколько ты думаешь, что это может стоить? Смотрю на операторов голодных. Что это? Лобстерный фастфуд? Да. Где такое видно, чтобы лобстер и фастфуд были вместе? И что там в меню? Давай сразу разберемся. Давай. Что у нас здесь в меню? Например, можно лобстер вот в таком сэндвиче. Эксель размер. Ага. Ну, вот ты преувеличиваешь. Слушай, а у них готового нет, да? Я сейчас попрошу просто булочку показать, чтобы они вот понимали. А ты не хочешь сам скушать? Может, ты скушаешь? Давай. Давай попробуем. Закажи тогда. Это один шаг. Я сейчас попросил нам сделать, мы сможем понять, что за размеры, и я поделюсь, что по вкусу. То есть это, я так понял, как хот-дог, только с лобстером. Да, и с очень клевой булкой, то есть мягкой, не хот-дожной, хорошей. В общем, это такая сборная булка, как сабвей, но только с фокусом на лобстеры. Да, дорого, красиво. Так, и какие здесь цены, расскажи. Ну вот если брать такой, как бы самый большой XL размер лобстера, это 25 евро. За хот-дог 25 евро? С лобстером. С лобстером. Да. Немаловажно. Это ты сейчас себе берешь, да? Сейчас беру. Ну ты серьезный человек, я понимаю. Можешь себе позволить. Ну так давай ты попробуешь. Ну, а можно отрезать? Можно, конечно, отрезать. Только меньшую часть мне можно, чтобы не... Да, но второй кусок будет маленький. Мой сыр, он много милый уже. За твое здоровье. Ох, какая булочка, мягкая. Так, ну давайте проверим, давайте. Раз фудпорн, посмотрим внутри. Реально это прям куски. Я думаю, что это фарш. Ой, сейчас упадет. Упадет, упадет. А это прям куски лобстера. Ну за полторы-две тысячи рублей, еще раз. За полторы-две тысячи рублей можно и попробовать. Это самый дорогой фастфуд, фастфуд, который я ел в своей жизни. Ну давай пробовать уже. Слушай, это прям настолько вкусно, что если я буду встречать сейчас во Франции, в Париже, я точно сюда приду. Вот сто процентов. Очень вкусно. Слушай, ну народу здесь нет. То есть дороговато все-таки для французов, да, здесь? Ну для француза, для фастфуда, то есть дороговато, но клиенты бывают. То есть я видел, то есть как бы тут днем побольше людей будет. Сейчас уже, я думаю, уже поздно, все уже поели. А давайте спросим, сколько у него клиентов в день? Я имею в виду, сколько клиентов вы заявили по дням? По-прежнему. Сан-Сан-Конт? Он говорит 150 клиентов в день. 50 клиентов в день? 150. 150? Да, 150. Это как бы вот так, но в среднем 150 клиентов в день. А у них одна точка? Или это сеть? Сказовики, у нас в плюсах. У них Марсель, Сан-Тропе и три в Париже. А, и все, да? Супер-вип. И еще в Лиле, на зевре Франции. Ребята, распространяется. Значит, концепт заходит к людям. Классно, супер. Ну что, это было уникальное путешествие по парижскому стрит-фуду. Спасибо тебе. Дай пять. Триторочка. Смотрите, какие интересные детали, да? Вот они, конечно, молодцы, французы, заморачиваются. Смотрите, стоит коробочка. Открываешь. А тут, пожалуйста, USB-порты, разные розетки для всех стран мира. Красота. Я даже не заметил, тут есть отдельный камин. Он действующий или это декорация? Это декорация. Обратите внимание на ковер. Он оригинальный. И мебель тоже. Этот ролик посмотрит парень или девушка, которые тоже хотели бы открыть свой отель. Но они пока не знают, насколько это возможно, а может, вообще невозможно. И лучше эту идею из головы выбросить. Что бы вы могли сказать этим людям, если они хотят основать отель? во-первых, удачи. Будьте терпеливы. Люди часто продают компании, говоря себе, с этой не вышло, другую куплю. Это не игра. Это настоящая индустрия. Здесь идут определенные процессы. Мой совет. Изучите, как отель работает, прежде чем решится на покупку собственного. Да, я думаю, что это самое важное. Окей. И последний вопрос. Наверное, он самый трудный, потому что он скорее философский. Предположим, ваш отель проживет сотни лет, а мы снимаем видео на YouTube. И это значит, что видео сохранится на 500 лет и больше. И этот ролик нас обоих переживет. Предположим, вам предоставилась возможность посмотреть видео с прадедушкой или прабабушкой. Я думаю, вы бы не отказались. Я думаю, вы бы не отказались. Но такой возможности у нас нет, потому что 500 лет назад YouTube не было. А вы и я, мы принадлежим к поколению первопроходцев на пути цифрового видео. И ваши потомки, прапраправнуки или праправнучки когда-нибудь зададутся вопросом «А кто жил до нас?» и они обратятся к YouTube. Давайте представим себе, что через 500 лет они найдут и посмотрят это видео. И у вас есть одна минута, чтобы передать послание вашим потомкам, которые будут жить через 500 лет. Что бы вы хотели им сказать? О компании или о жизни? О чем угодно. Передайте воображаемое сообщение своим потомкам. Честно говоря, я бы им сказала «Радуйтесь жизни, будьте серьезны, делайте, что вы должны, не теряйте время и наслаждайтесь жизнью». Спасибо. Дайте пять. Предположим, этот ролик посмотрит парень, который хочет добиться успеха, разбогатеть, но пока этот парень, не обязательно парень, может быть и девушка, находится в начале пути и не знает, что надо делать. У них есть желание что-то предпринимать, но нет понимания, как за это взяться. И они сидят в недоумении, с чего им начинать. Какой совет вы можете им дать? Как им приступить к исполнению мечты? Каким должен быть их первый шаг? Я считаю, им прежде всего нужно набраться личного опыта. Надо выйти из своей зоны комфорта, куда-то переехать, где больше шансов заработка, что-то переделать у себя в доме, может быть, потом его продать, начать действовать. Самое важное, нужно для начала заработать денег, а для этого есть множество возможностей. Главное, чтобы у вас сложилась идея проекта. Я вижу вокруг массу возможностей. Главное, какую-то из них не упустить. Надо начать с вопроса, спросить самого себя, чего мне не хватает, чтобы мое существование было лучше, комфортнее, или чего бы мне хотелось. Если вы решили, что вам нужно, вы потом спрашиваете себя, а многие или другие люди в этом нуждаются. Прикиньте, что может сделать жизнь лучше, и тогда подумайте, как создать то нужное, что вы сможете продать людям. А когда вы со своей идеей определились, обратитесь к специалистам, к профессионалам выбранного вами направления. И вы должны придумать то, что будет отличать вас от других, выделить из группы таких же, как вы. Обычно это легко. Легко найти хорошую идею, посмотреть, что творится вокруг, чем заняты другие. В наше время, когда в мире царят новые технологии, это стало очень просто. Сейчас нетворкинг, коммуникации стали очень доступны. Вы же в этой сфере работаете, сами знаете. Да, а когда у вас есть хорошая идея, подумайте, как она реализуется в мире. Нам теперь надо думать в мировом масштабе. Идеям сейчас рождаться легко, легче, чем в прошлом. Подводя итог, мы можем сформулировать ваши советы так. Первый шаг — определиться, чего хотят люди. И после этого все станет ясно. Еще один очень важный вопрос. Поскольку мы снимаем это видео для YouTube, оно проживет дольше нас с вами. Мы с вами не можем посмотреть видео с нашими прапрапрадедушками или бабушками. Если бы это было возможно, мы, наверное, это сделали бы. Но мы с вами представители первого поколения, которому стали доступны цифровые технологии создания видео. И я думаю, что ваши потомки, прапраправнуки смогут посмотреть наше видео через 500 лет. Наверное, почему бы нет? Думаю, они это сделают. А теперь представим себе. Они смотрят этот ролик. им интересно, а кто жил здесь до нас? Каким был наш прапрапрадед? И просматривая это видео, они дойдут до этого момента. Предположим, у вас есть минута или пара минут передать им самое важное, оставить для них послание. Что вы скажете своим потомкам, основываясь на опыте всей своей жизни? Смотрите, пожалуйста, просто в ту камеру. Всегда помните, человек может быть богатым или бедным, он все равно может чувствовать себя счастливым. Надо всегда настраиваться на ощущение счастья. Можно быть счастливым просто так, не имея большой машины, больших денег. Я происхожу из небогатой семьи. Мой отец не был богат, и мне с юности хотелось сделать что-то, чтобы заработать побольше, хотя, конечно, всегда будут те, кто богаче меня. Мой отец не был богат, и мне с юности хотелось сделать что-то, чтобы заработать побольше, хотя, конечно, всегда будут те, кто богаче меня. Мне хотелось построить более благополучную жизнь. А сейчас много возможностей, чтобы быть счастливым. И я желаю следующим поколениям в этом новом мире, который будет и дальше развиваться, меняться, находить в жизни возможности для радости, для счастья. И я надеюсь, что вы, наши потомки, люди будущих поколений, будете счастливы. Спасибо, что уделили нам ваше время. Продолжение следует...